Как известно, на необходимости развития гидроэнергетики и в целом на перспективах возобновляемых источников энергии акцентировал внимание сам президент Шавкат Мерзиев в ходе своего участия в консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Туркменистане. На сегодняшний день в рамках программы развития сферы реализуется меру по модернизации и техническому перевооружению существующих ГЭС. В преддверии 30-летия независимости страны сдан еще один объект, а именно каскад микрогЭС-Чертак. Отметим, что на сегодняшний день в Центральноазиатском регионе есть все возможности для всестороннего развития возобновляемых источников энергии. В этой связи в последние годы особый акцент сделается на реализацию потенциала гидроэнергетики, существенно увеличенные объемы производства. За последние 4 года только в Наманганской области введен в эксплуатацию ряд гидротехнических сооружений, а в эти дни идет работа над реализацией инвестиционных проектов, которые значимы для всей Ферганской долины. К примеру, в 2019 году на Большом Ферганском канале был построен каскад мини-ГЭС мощностью 12 мегаватт. В 2020 году в системе реки Ахангаран была запущена ГЭС Камчик мощностью 26 мегаватт. И этот год не стал исключением, чему свидетельство каскад микрогаз Чартак. В селении Курабах свыше 4000 человек, всего 720 домохозяйств. Отныне все будут обеспечены бесперебойной подачей дешевой электроэнергии. Все у нас очень рады этому событию. Это прекрасный подарок в преддверии 30-летия независимости Узбекистана. Благодаря вниманию главы государства к развитию сферы были построены два новых здания с тремя агрегатами мощностью 825 киловатт-час электроэнергии. Это позволит не только обеспечить электроэнергией населения, но и активизировать реагационные работы и увеличить площадь орошаемых земель. Всего здесь было установлено три современных агрегата. За счет чего мощности выработки электроэнергии составили 825 киловатт. Вся система управления на объекте автоматизирована. Говоря о перспективах, заметим, что в эти дни специальной рабочей группой была изучена территория на Манганской области, где можно построить гидротехнические сооружения. Уже выявлено 12 перспективных проектов общей мощностью без малого 48 мегаватт. Кстати, в преддверии независимости республики акционерное общество Узбек Гидроэнерго планирует запустить еще две ГЭС. Напомним, что развитие гидроэнергетики создает предпосылки для более качественного социально-экономического развития, когда электроэнергия становится катализатором прогресса во всех отношениях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова